Вы знаете, я в ответ на вопросы национальной идеи расскажу такую байку жизненную. Значит, когда я работал в 96-м году в избирательном штабе Бориса Николаевича Ельцина, нас очень сильно доставали, что у Бориса Николаевича нет программы. Вот где программа Ельцина? Покажите нам программу Ельцина. Наконец, на подмосковной даче уединились золотые перья России. И написали избирательную программу Ельцина, ну, практически, что называется, национальную идею, да, в их понимании. Кстати, великолепный по литературному уровню был документ, действительно. Но самое интересное, что этот документ был издан тиражом в 5000 экземпляров, и всем хватило. Поэтому возникает вопрос, а не является это просто таким модным сотрясением воздуха? У нас нет национальной идеи. А может, она не очень-то и нужна, не очень-то и востребована, и поэтому и не формулируется. В конце концов, что записывать национальную идею, что везде в России должно быть так, как вот в том помещении, в котором вы проводите съемку. А не должны быть облупленные стены, разбитые дороги, заброшенные фермы, да. Это что, национальная идея? Национальная идея – жить хорошо во всех смыслах. И мне кажется, этого вполне достаточно. Но для этого надо очень трудиться активно, иногда у нас это не получается.